Не дадим убить курорт. Городу нужны парки и скверы. Хватит плодить обманутых дольщиков. С такими плакатами неравнодушные сочинцы вышли на митинг. Он прошёл в парке Победы в Хосте. Говорили о проблемах обманутых покупателей и дольщиков. Много слов было сказано в адрес надзорных и правоохранительных органов, а также застройщиков, которые, по словам митингующих, убивают курорт незаконными постройками и оставляют покупателей ни с чем. Более того, отмечают активисты, сомнительного качества постройки вредят экологии. Школы и детсады в микрорайонах, застроенных объектами самовольного строительства, переполнены. Коммуникации и инженерные сети с трудом справляются с нагрузкой, которая не рассчитана на такое количество новостроек. Сделали Некрасовку. На Некрасовку тоже заложили свои канализации, свои сети. Но пошли пяти-семиэтажки. Эти пяти-семиэтажки врезаются в эту канализацию. И что? И первая улица Некрасовки начинает тонуть в канализации. Нельзя просто заложить три копейки, взять три рубля, развернуться, уехать, забрать прибыль. Мы останемся без света, мы останемся без воды, канализации не хватать. Митинг организовали и против недобросовестных риэлторов, которые, как говорят сочинцы, вводят людей в заблуждение и тоже виноваты в том, что обманутые покупатели в Сочи существуют как таковые. Риэлторы не должны продавать жилье, которое является, ну воздух. И продают воздух. Если разрешение на три этажа, вы продаете 5-6, то вы продаете воздух. И когда человек покупает этот воздух, он должен понимать, что с этим воздухом можешь остаться. В завершении митинга его участники обратились к властям всех уровней с требованием исполнить решение судов о сносе самостроев и привлечь к ответственности всех виновных в том, что такие незаконные объекты появились на курорте.